Первый день зимы открыл сезон падения сосулек и льда на людей. В советском районе снежная глыба упала на маму с ребенком. Удар пришелся на спину и шею мальчика. То есть, возможно, если бы не капюшон или не шапка-помпон, то, наверное, могло быть все хуже. Каждый день наблюдаем, как вот, пожалуйста, падают огромные льдины. Опасно. Не знаю, какая там ледышка может упасть. Вот так, как-то примерно так, видимо. Вообще, очень здорово летит. Именно с 18 верхних этажей, потому что солнышко. Вот. Ну вот, пожалуйста. Козырек тут не поможет. Управляющая компания, наверное, дочь, они должны наверх залезать, счистить снег, и чтобы сосульки не было, не протекали, все. А то вода скапливается, и у нас мерзает, и пойдут дальше. Управляющая компания давала какое-то распоряжение очистить от наледей там крыши или подоконники? Или подоконники? Нет, только это подъезды почистим, и все. Опасно выходить даже из подъезда, здесь козырков нет. Да, 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 я знаю. Что да? Ну, опасно для жителей, людей. Об этом я знаю. Набрала управляющую компанию. Я говорю, вот случилась такая ситуация, говорю, сейчас прям. Я говорю, в данный момент, вот, говорю, летят очень большие глыбы, говорю, в соседних подъездах. Я говорю, может, как-то предупредить. Я говорю, люди-то выходят, а некоторые даже не знают, что что-то летит. Я говорю, ленты повесить оградительные, объявления давайте в лифтах, в подъездах. Но, как бы, эту просьбу проигнорировали, и, как бы, у меня даже заявку на эту тему не стали принимать. Я ему объяснила, говорю, у меня сейчас на ребенка упал наличие. Он что-то мне там начал объяснять, что, да, сегодня много обращений, вы с романтиков судите. Я говорю, нет, я не с романтиков, я с Новокузнечихинской. И он меня отправил в офис, который у нас находится, в соседнем доме, в офисе, в дом управляющей компании. Только, говорит, у них сейчас там обеденный перерыв, наверное, вряд ли вы туда попадете. Я звонила им в домофон два раза, постояла, подождала, дверь мне не открыли. До сих пор ни с момента вот этой самой инцидента, будем его так называть, ни после, ни по электронной почте, ни по телефону, ни через нашу специальную аварийно-диспетчерскую службу, ни пострадавший, ну, сам получается, да, ни его родители к нам не обращались. Со своей стороны, можем сказать, что при необходимости наша управляющая компания принимает меры по очистке снега со козырьков входных групп, ограждает при необходимости особо опасные участки, ну, и в связи, как бы, с такими аномальными, будем их называть, погодными условиями. Помочь собственникам очистить внешние отливы окон квартиры можем, в том числе, и мы, как сотрудники управляющей компании. Почеркну, что дом управляющей компании себя виновной в данном инциденте не считают. Они заявляют, что падение снега и льда происходит не с крыши, за которую отвечает дом управляющая компания, а с козырьков окон и балконов самих жителей, за которые, по мнению ДУК, ответственны сами жители.